Необходимо измотать противника и, безусловно, сократить численность его армии, как в технике, так и в живой силе, что в принципе и делается. Он вообще в политике, в государственном строительстве абсолютно ничего не смыслит. Это марионетка, американская, западная марионетка, которая будет исполнять барыши, обновные барыши, которые он получает. Он будет исполнять все, что угодно. На сегодняшний день уровень подготовки украинских военнослужащих, таким, какой он должен быть, проведение современной войны, не просто в низком уровне, он также отсутствует. Система военного образования в Украине еще при Порошенко уничтожена напрочь. Юрий Анатольевич, добрый день. Добрый день. На протяжении всей специальной военной операции очень многие аналитики говорили разное по поводу ее сроков. Противостояние примерно на одной линии, ну, серьезных изменений на линии соприкосновения не наблюдаем. Как долго, на ваш взгляд, еще продлится такая ситуация, особенно на фоне того, что многие называют контрнаступом? В связи с внешними факторами, политическими факторами, меняется и обстановка на Попаде. Да, вы правы, в феврале 2022 года гораздо лучше были успехи в проведении специальной военной операции. Я это условно назову, не конкретизируя какие-то направления и так далее. Успехи были лучше. Но, если вы помните, затем выдвинула была инициатива Западом в каком-то перемирии, в каком-то еще чего-то. Вы отводите войска от Киева, и все будет окей, все будет нормально. Мы заключаем с вами черноморскую инициативу. Мы вам даем, так сказать, отмену некоторых санкций на торговые взаимоотношения на мировом рынке зерна, продовольствия. Это я имею в виду российские, так как говорили. Но прошло время, прошло очень много времени, а ВОЗ и ныне там. То есть ЗАГС по-прежнему обманул. Обманул Россию, попросту говоря. Ну, я задаю только, как и Вы себе вопрос. Да, Вы себе, Российская Федерация будет вестись на вот эти обманы. Я с Вами целиком согласен. Сегодняшний день фронт стоит на одном месте. Фактически это видно, так сказать, невооруженным глазом. Я обратно, говорят, все средства информации. И наши, имею в виду российские, белорусские, украинские, западные обмены. Что существенных изменений на фронте нет. Идет, безусловно, уничтожение. По большей части Российской Федерации живой силы противника и техники. Но какого-то существенного подтверждения ни той, ни другой стороны вперед нет. Я подозреваю, что это, прежде всего, ну, задачи Российской Федерации уже давным-давно оглашены. Что необходимо, прежде всего, чем продвигаться вперед, идти в какое-то серьезное наступление на Киев, на Харьков, на Одесскому, на Никотаю. Необходимо измотать противника и, безусловно, сократить численность его армии. Как в технике, так и в живой силе. Что, в принципе, и делается. Но задачи украинской статны мне непонятны. Я не беру внимания господина Зеленского. Он не то, что в военном деле, он вообще в политике, в государственном строительстве абсолютно ничего не смыслит. Это марионетка, американская, западная марионетка, которая будет исполнять барыши, огромные барыши, которые он получает. Он будет исполнять все, что угодно. Все, кто, кажется, за баранки Запада на украинском языке звучит. Поэтому мне непонятно, украинская, тактическая, ну, есть там, безусловно, у него есть генералы, которые заканчивали московские академии. И они довольно-таки неблагополоградные. Они образованы тактическим агентом в большом смысле. Они ставят на издут боевые уставы Российской Федерации. То есть, как бы на этом даже примере можно было перестраивать свою тактическую, категорическую линию. Но этого не делается. В ЦУ очень многого не хватает. Целые виды и рода войск отсутствуют. То есть, их физически нет. Ну, например, возьмите те же, как они говорили, военно-морские силы. Военно-морских сил в сегодняшний день вооруженных Украинске нет. Фактически нет. Они лишь только на Бумане. Последний корабль был топлен в Галактике в 2022 году. Самими же украинцами был утоплен. Прямо как пирс. Зачем это делалось? Ну, наверное, потому, чтобы обступом россияне займут Николаев, чтобы он не достал, так сказать, в качестве тракции. Ну, я бы сказал, слабенький трактор. Довольно старый корабль. Второе, что непонятно. Нет абсолютно единой противовоздушной обороны. То есть, она тоже отсутствует. Напрочь. Поэтому такие пошедшие потери. Потому как Российская Федерация на сегодняшний день господство. В искусственном пространстве Украины. Это тоже факт. Что касается авиации. Она была уничтожена практически с первых. Не были уничтожены все военные радиотехнические обеспечения. Ведь самолетом не просто садится и взлетает. Есть искусственное техническое сопровождение. Радиоакционное сопровождение. Однако, этого тоже нет. Но есть какие-то были остатки. В Сахинове, Минницкой области. В взлетной полосе. Кстати, да. Украина летает до сих пор на советских работах. 29-е, СУ-25-е и так далее. Но никаких пока импортных зарубежных аналогов у Украины нет. Почему? Во-первых, советские самолеты, российские самолеты. Они приспособлены для взлета и поставки на облачную автостраду. Даже такое есть. Те же F-16 американского производства. Они только садятся и взлетают с гладкой бетонной полосы. И многих вариантов нет. В Украине таких полос тоже нет. Они все, как я сказал, уже уничтожены. У Украины колоссальное количество иностранной техники. А различного типа, класса, технического, так сказать, обеспечения на поле украины. Так же нет у украинской армии. Точно для того, чтобы отремонтировать тот же Леопард. И в кружку, во-первых, соприкосновения буксировать тот же Татарский. В тыл, несмотря на огромное количество того металлолома, который пригнан сегодня в Украину в различные пункты. И через Дунайское поход, который уже наконец-то раздалбал ставки с рубежной техники на Украину. И Чахморские пункты, Альберс и Николаевский тоже ставки. Тем не менее, несмотря на это количество огромной этой старой техники, то, в принципе, достаточно большой. Сегодня украинская армия не способна активным, наступательным. Но и нельзя забывать самое главное, какое и какая техническое вооружение у любой страны мира. Всегда главным в победе, в любом торжении, в боевых действиях является симпатический фактор. На сегодняшний день уровень подготовки украинских военнослужащих, таким, какой он должен быть для ведения современной войны, не просто в низком уровне, он также отсутствует. Система военного образования в Украине, еще при Порошенко, уничтожена напрочь. То есть там нет фактически никаких военных училищ на сегодняшний день, никаких академий, только на бумаге. То есть для того, чтобы обучить нормально командира, офицера, хотя бы низшего смена командира взвода, на него нужно учиться 4 года. Ну, хотя бы минимум 3 года. То же самое, как на современного летчика. Там нужно не просто изучать теорию, там нужна большая практика. На лет часов. Это украинский нет. Глава офиса Зеленского, Ермак, в своем твиттере облетела, это просто интернет, его высказывания. Он так описал контрнаступление ВСУ. Ну, вы лучше меня, наверное, чувствуете и понимаете смысл таких специфических некоторых украинских слов, которые не всегда буквально можно перевести на русский. Скажу на русском, в общем, фиксируются определенные активные нахрюки. Вот это вот соответствует тому, что сейчас происходит. То есть он прав? Ну, просто возмутились сами его подписчики этому определению. Значит, дело в том, что господин Ермак – это очень одиозная личность, раз. Во-вторых, степень его вранья, как и собственно остального окружения Зеленского, довольно естественная. И я бы не стал, скажем, особо цитировать этого человека, я так не считаю его политиком, обыкновенный продюсер «Квартала 95». Я же говорил со всего лишь конкретных концертов этой организации. Он говорит о том, вот, хрюками, да, чтобы он, типа, как помните, при Параценко, как они выражались тоже украинским языком, шабьячи-стребки. То есть лягушачьи прыжки. Вот он и ведут это, Ермак. То есть вот такими мелкими, свинными, такими шашками, они, как и на сегодняшний день, достигают такого-то успеха. Вот о чем и говорит это слово «нахрюкки». А очевидность такова, что украинская арка, хотя и нефть, на сегодняшний день, еще довольно большой сфер, и технический, и людской, потому что просто похищают людей на улице, чтобы в вооруженных силах не бросать их в эти весны. На сегодняшний день организация вооруженных сил, боевая подготовка, подготовка высшего командного состава, отвратительно просто. И это несет за собой колоссальные последствия, тяжелые. Как думаете, сколько еще будет продолжаться поддержка, прямая поддержка теми же видами вооружений различными? Финансовые, в том числе на военные расходы со стороны западных стран и Соединенных Штатов. Вот тут много информации разные о том, что Штаты со времен Второй мировой оказали беспрецедентно большую поддержку Украине, как никакому другому государству в мире вообще за этот отрезок времени. И вместе с тем мы наблюдаем, как и немцы те же, да и американцы, в общем-то, где-то так начинают уже более скромно, что ли, говорить. В том числе и о военной поддержке, и поддержке техникой. То есть где-то вот краник этот перекроется в ближайшее время? Вот по этой риторике можно так судить? Первое. Кто является главным посетчиком и финансистом на сегодняшний день Украины? Безусловно, это Соединенные Штаты Америки. До тех пор, когда политика Соединенных Штатов Америки в этом отношении не изменит, а самое главное, кто будет существовать Украина, не будет, зависит от финансового прививания. Вот сегодня перекрестный канал для Украины вскрухнет, потому как на сегодняшний день у украинцев нет экономики, ни бюджета, ни золотого запроса, ничего, никаких резервов. Украина сегодня пенсии сегодня в Украине выплачивается из тех денег, из тех таких вот финансовых грантов, я чтобы рассказал. Если раньше пенсии выплачивались в Украине, что, пусть даже 5-10 лет, из тюжета украинского, тюжета сегодня нет. Разброванно, сдащен, от любви прикоков. Списано все на войну, на войну, финансовые, всевозможные вливания страны из тех Штатов, поддерживают Украину на копейнях. Что касается Европы, это очень важный вопрос к тому, как Европа на сегодняшний день, в том числе и Евросоюз, ну не суверенно это сказать мало, а на потенцировку Штатов. То есть, как скажут ваше конь, как выполняется в Берлине, в Берлине, в Берлине, в Берлине, в Берлине, в Берлине, в Берлине. Это не Советский Союз. Это не Советский Союз. Следующий вопрос, сколько будет пожар войны, как будут финансировать Украину, хотя бы такими типами, я уже не говорю о большем. Хотя я сомневаюсь, что Украина получит что-то большее. Соединенные Штаты для завтра важно на сегодняшний день оттягивать в ходе окончания войны. Я думаю, что как минимум лет 5. Как минимум. Это по их мнению. Для того, чтобы в первую очередь посеять неверие у чистого народа. Кстати, у белорусского тоже самое. Поскольку это единое государство. Так вот, задача в чем для Соединенных Штатов, чтобы оттягивать эти политики. Ослабить российское государство. Вы все не верите в общественно-политическую жизнь страны, в руководство страны, внутри самой страны, в Российской Федерации. И затем, безусловно, взорвать Россию изнутри. Россия на пороге президентских выборов. И, я думаю, велик соблазн к выборам, несмотря на и так беспрецедентную поддержку и Верховного углокомандующего президента, который сейчас происходит в России по данным соцопросов, все-таки к выборам ситуацию изменить в более выгодную для России сторону. Опять же, на линии боевого соприкосновения. Насколько, на ваш взгляд, велика вероятность того, что вот это политическое событие начнет очень серьезно воздействовать на военную ситуацию непосредственно на территорию Украины? Ну, я не думаю, что главной задачей в этом смысле будет все-таки выборная кампания в сети операции. Ну, это все-таки вторичность. Я согласен, это важно за это. Это вторичность. Поверьте мне, следующий вариант выйти, действительно, наступление России в путь. Я не обладаю всей формацией, которая где-то там за кремлевскими стенами. Я могу сказать, что, безусловно, за длительной обороной, изучая военную историю, историю Второй мировой войны, Великой войны, безусловно, за длительной обороной грядет наступление. Но достаточно вспомнить даже тут-то операцию по городе, в 1943 году, блестящую операцию после той храба в Курске, в Сталинградской эпидемии, возымевшую успех, просто успех, операция была проведена абсолютно гениально. Немцы, которые дали генеральное вступление Красной Армии на северной Украине, а она была проведена в Бетборусске, чего немцы абсолютно не ожидали, и там даже было очень слабо, что первое условие так выявили. И это позволило Красной Армии молниеносно за несколько буквально недель выйти к границам Польши. И это был самый короткий путь, что самое главное. Поэтому на сегодняшний день, я уже повторюсь как военный четвертый, я пишу, что в будущем, не так уж далеко в будущем, может быть, даже и по барыгам там ходится. Нет, это не говорю, что мне так хочется, но я знаю, что всегда есть соблазн использовать какие-то события для политических целей. Будет абсолютно генеральное наступление на Харьков. Это своего рода, скажем так, цель, которая обеспечит западным областям Российской Федерации, я имею в виду Белгородскую, Курскую область, Ростовскую область, обеспечит путь безопасной этой части Российской Федерации. То есть Харьков нужно брать по 100%. Далее, кольку, чтобы Российская Федерация решила отрезать Украину от Черноморского берега полностью, то необходимо брать и Одессу, и Николаеву, и идти, так сказать, на смычку с Ростовской области. А там, конечно, и Исмаил, чтобы перевезть Тунайские ставки или Тунай в Украину всевозможных видов, терпить продовольствие и всего остального. Вот эти направления, я считаю, у Российской Федерации на сегодняшний день генеральны. В плане наступления. Поэтому это случится, я так предполагаю, опять же, Братнонцев не люблю, отношусь с ним к гранинии. Но коль уж вы мне задали такой вопрос, то я скажу, что в перспективе зима, весна, с днём 2024 года такие наступления возможны. Сейчас идёт интенсивная подготовка оборота мощного комплекса Российской Федерации к этим случаям. Совершенствуются, производятся уже барражирующие боеприпасы, например, как «Ланцет». Такие танки, например, к «Т-90-опрорыву», я уже не говорю о танках «Армата» Т-4, они, безусловно, на сегодняшний день совершенствуют. Если их многие говорят не видно на поле Буэля, это говорит о том, что эти танки «Армата» на поле Буэля, и в связи с этим делаются соответствующие выводы и совершенствуются их технические возможности, их оружие, ну и так далее и тому подобное. Что же касается того, что я, например, боюсь, говоря там о выборах, о том всём и так далее, у меня есть такое подозрение, что Запад ещё больше и больше на сегодняшний день склоняет Украину к каким-то переговорам. Было время, когда переговоры шли, помните, я опять же повторюсь, Россия отвела свои войска под Харьково, Изюма, Киева, но это не возникало никакого успеха в плане примирения. То есть опять было план, опять были возможные уловки для того, чтобы укрепить БЦУ, но ни в коем случае не разведить установку, и чтобы мирное поселение не сопрало. Так вот, к этим выборам, я так чувствую, Запад и в частности Соединённые Штаты будут всё-таки вкладывать уста Зеленского какие-то миролюбивые инициативы. Вот в чём это. И я этого страшно боюсь. Лично я. Почему? Потому что нацистский режим, на сегодняшний день он настолько перенеслся не только во власти идеи нацизма, но и среди значительной части населения Украины. Так вот, на сегодняшний день в мозги украинцев вбили идеи нацизма, я имею в виду, прежде всего, младшее поколение, настолько сильно, что потребуются годы, чтобы переферматировал и внести новые и диплогимы в украинское общество, что нам необходимо жить в Тройственном союзе, Украины, России и Белоруссии, а никак не иначе. А вот что делать с сознанием людей, это самый большой вопрос, решение которого будет зависеть очень много. В любом случае, спасибо вам большое за разговор, за ваше мнение. Всего доброго, удачи вам. Всего доброго, до свидания.